Здравствуйте мои дорогие коллеги садоводы! Ну набрали мы материала посадочного очень много. У кого-то, у более грамотных, лежит в холодильнике в прохладном месте. У кого-то, где нет такого помещения, вот так тронулись в рост пиончики. Давайте расскажу, что можно было бы с ними сделать так, чтобы весной уже был красивый хороший куст. Вариант первый. В холодильник, как я уже говорила, но если у вас пионы еще не проснулись, вот такой пион класть в холодильник, это значит его загубить. Поэтому мы сегодня с вами будем высаживать. Что же произошло? Одна наша сотрудница приобрела себе пионы и забыла их в офисе. Мы как всегда все бегом-бегом-бегом и забыла она его в офисе. Разрезала дырочки, чтобы пиончик тронулся в рост. Вот он и тронулся в рост. Ну а поскольку у нас в магазине прохладное помещение и ни один пион еще не пророс до такого состояния, я решила ей помочь. Взяла горшки, вам покажем и ей поможем высадить пион. И так он у нас вот такой замечательный. Поскольку работать нам предстоит с посадочным материалом из грунта, руки это сразу наш с вами показатель возраста. Поэтому хорошие перчатки нам просто необходимы. Ну вот я люблю свои такие розовенькие. Так, давайте посмотрим, что же там у нас за пион. Судя по тому, что он проснулся, посадочный материал великолепный. Вот посмотрите какой хороший. Теперь наша с вами задача обязательно его посадить в контейнер. Ситуация вот в чем. Когда мы высаживаем растение в грунт, нам обязательно нужно сделать высадку пионов. Мы уже с вами говорили об этом, на примере еще покажу. Там дренажный слой. А вот в горшке я этого делать пока не буду. Почему? Все просто. Потому что у меня здесь есть сквозные отверстия. Исток лишней воды будет в эти отверстия уходить. Контейнер я взяла достаточно большой, потому что хочу, чтобы у пиона развивалась быстро корневая система. Можно взять поменьше. Но я исходила из того, что есть в нашем садовом центре. Для того, чтобы на подоконнике не было грязи, поскольку стоять они у нашей коллеги будут на подоконнике. Итак, взяла горшок с отверстиями и взяла обычную одноразовую тарелочку, чтобы грязь не протекала. Можно досыпать и дренажный слой, но я этого делать сейчас не буду. При посадке в грунт я обязательно это учту. Почва не из сада, из пакета, из магазина. Из сада не хочу, потому что растения чистенькие приходят, без всяких проблем разных. Мало ли что в саду у нас после зимовки осталось. Насыпала грунт, утрамбовала. Поскольку пиона мы сажаем 3-5 сантиметров, чтобы была та же как у Рост, выше уровня почвы. Ох, что-то тут попало в земле. Почка, поэтому еще побольше вот так насыплю и посмотрю, хватит или нет. Мне нужно вот так засыпать, вот до сих пор, чтобы это было все красиво и достойно и комфортно. Ну вот так в самый раз. Ну что ж, а теперь начинаем досыпать. Сложного ничего нет. Кто давно занимается садом, огородом знает, а для тех, кто не знает, начинающие, вообще никаких сложностей нет. Даже, наверное, так быть рукой удобней. Вот. Многие вообще любят голыми руками в земле возиться. Я боюсь испортить руки, испортить маникюр. Поэтому мне как-то вот комфортнее либо лопаточкой, либо уж перчаточками. Как-то так. Так. В этой емкости пион будет очень и очень комфортно. Я не побоюсь досыпать даже до конца. Объясню почему. Сейчас мы польем и и земля немножечко осядет. Поэтому можно забивать контейнер целиком. Вот. Если комочек поплылся, сейчас я его руками расправлю. Вот таким образом. А теперь я поливаю водичкой с добавлением препарата корневин. Это позволит нашему растению очень хорошо пережить вот этот сложный адаптационный период. Берем лейку с водой. Ох, ох, лейка какая тяжелая. Надо было поменьше брать. Так. Полила. Для того, чтобы мне разобраться и не перепутать, точнее не мне, а моей коллеге, что это за растение, можно просто упаковочку привязать вот так резинкой в контейнер. Можно даже вот так. И будет понятно какой сорт. Мне так неудобно. Я беру автомобильный обычный скотч, вырезаю такой квадратик и цепляю в горшочках. И тогда я точно знаю, где у меня какой сорт. И коробка вот эта не мешается. Поэтому вы уже делайте как удобно вам. Отдвигаю его в сторону. Так, сейчас, что лишнее просыпалось. Так. Вот он у нас уже тут жив-здоров готов. Почва, как и осталось в пакете транспортировочный субстрат, могу тоже добавить сюда. Жалко все выбрасывать. Все у нас должно, мы же с вами хозяйственные, все должно быть в дело. Так. И тут чуть-чуть мы сняли. По вопросу древовидных пионов. Делаем практически то же самое. Вот сейчас посмотрю контейнер. Точно такой же. Пластиковый контейнер. Достаточно хорошего объема. С дренажными отверстиями. Но принцип посадки будет немножечко другой. Так. И сначала так же наступаю в грунт. Вот так. А теперь раскрою пакет. Какой? Нет, хочу тоже розовый. Вот. Вот этот хочу. Я хочу посмотреть, что уже там. А то мы с вами пакеты смотрели-смотрели. Давайте теперь посмотрим, что же там находится. Вот такой у нас это гибрид красивый. Вот такой замечательный сорт. И посмотрим, что там дает нам производитель. Что же в этом волшебном мешочке за не очень дешевые деньги. Так. Я бы сказала, что в принципе я довольна. И смотрите почему. Вот так я высыпала, чтобы не мешала. Давайте разглядим. Вот уже красивые, хорошие почки. Вот они пошли. Раз. И вот пошла два. Вот наклевывается третья. Вот наклевывается четвертая. Посмотрите, какой мне достался чудесный пион. Ага, я еще нашла вот тут пятую. Ой, вот знаете, порадовал производитель, так порадовал. Немножечко постояло в тепле. И вот на этом корешочке сразу пять почек. Представляете, какой будет уже с первого года пышный и красивый куст. Мы с вами вместе будем их сажать. И эти сорта или другие будем сажать на участке у меня. И смотреть, как они себя поведут. Как зацветут. Зацветут ли в первый год, как уверяет нас производитель. То есть все оценим, как всегда, на своем участке. Теперь вот ситуация здесь. Если там мы оставили верхнюю часть, которая уже проснулась над уровнем почвы, то здесь мы все вот это корневище будем заглублять. То есть мы его засыпаем целиком. Направление почек я, конечно, учту. Контейнер можно было бы, кстати, даже и побольше. Так, ладно, попробую я в это положить. Главное, чтобы не поломать. Вот так. Погрузила я. Великолепно все. И теперь засыпаю почвой и поливаю. Поливаю только водой с корневином. Вот таким образом. Почки скоро тронутся в рост. Будут они над поверхностью почвы. Куст будет замечательный. Меня очень порадовало, что там пять почек. Честно говоря, даже не ожидала. Вот прям приятно очень. Настроение еще лучше поднялось. Я сразу начала представлять, какой мой куст будет красивым. Знаете, для того, чтобы создавать даже себе настроение, вы когда зимой делаете или весной рано покупки посадочного материала, рисуете себе образ вашего сада картинками. Только представьте, какой это будет чудесный куст. И будьте уверены в том, что это растение обязательно вас порадует. Если вы будете думать, то ли приживется, то ли не приживется, как пойдет. Оно же все это чувствует. А если вы даете установку, расти и радуй меня и всю мою семью. Оно вас услышит. И действительно отблагодарит. Очень красивым цветением. Итак, что-то я заговорилась. Увлеклась беседой с пионом. И не стала его больше подсыпать. А сделать это надо. Вот тазика мне хватило на два контейнера. Вы можете взять контейнер поменьше. Но под итоги бриды и древовидные пионы. Нужно брать контейнер высокий. Под травянистый можно чуточку поменьше. А здесь придется брать большой объем. Почву лучше вот так поплотней. Как после полива она все равно осядет. И пока у вас пионы будут находиться в помещении, желательно тоже при комнатной температуре не выращивать. А то они сильно тронутся в рост, будут уже большие кусты, будут потом перебаривать. При прохладной температуре выдерживайте вот эти горшочки. Давайте польем. В воде уже у нас добавлен корневин. Вот так. Хорошо пролила. Сейчас вода осядет. Полью еще. Пока она проходит, вот видите, как хорошо водичка сразу впитывается мгновенно. Вот не успели полить, уже впиталась. И вот предыдущий пион. Все уже все впиталось. Но заливать не будем. Наша с вами задача, еще раз подчеркну, растение передержать. Не заливая и не перекармливая. А точнее вообще мы не будем кормить. Подкормки будем делать уже с вами в груди. Если хотите, сейчас раз в две недели можете поливать водичкой, с добавлением препарата корневин. Пока вот у нас такие будут растения находиться в температуре, только не комнатные и не на южной стороне. Лучше сделать запад-восток, если есть такая возможность, и помещение, ну хотя бы у вас там будет плюс 5, плюс 7 градусов. Но не выше, иначе растение будет очень быстро растение набирать массу. И потом, как я уже сказала, перебаривать. Когда мы будем с вами пересаживать в сад, увидим, посмотрим, что получилось из этих горшочков. Все ли пять почек, ничего ли я не напортила. Вот правильно ли я все посчитала. Поэтому пока вот это безжизненный горшочек. Но этикеточку с сортом, конечно же, я сейчас приклею, чтобы потом не забыть, какой у меня здесь был сорт. Ну что же, по пионам сегодня все. До новых встреч. Приятного вам дня и красивого цветущего сада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова